Большую семейную коллекцию писем и фотографий бойца Евгения Хитрых принесли родственники, которые живут в Сочи. Уходили на фронт тогда практически из каждой семьи, но не у всех сохранились такие бесценные материалы, рассказывающие в подробностях о военном времени. Евгений попадает очень далеко от Сочи, попадает в Заполярье и погибнет в 1942 году под Мурманском. Конечно, с огромным волнением, когда рассматриваем эти фотографии, мы видим, что ребята сделали надписи на долгую память мамочки от сына Жени и на долгую память Клавдии Ивановны от Коширина Сергея. То есть уже было понимание, что уходят бойцы на фронт и вернуться ли было неизвестно. Попал Евгений Хитрых на Дальневосточный фронт и погиб от пули снайпера, о чем рассказывает вот это письмо его боевого друга по фамилии Власюк. Совсем недавно в Музее истории города принесли и письмо героя Советского Союза Илье Яковлевича Сьянова, рота которого оказывала огневую поддержку разведчикам Егорову к Антарии Бересту, водрузившим над поверженным гитлеровским рейхстагом Знамя Победы. В послевоенные годы Сьянов жил в Сочи. Это письмо на бланке, и оно было написано в 1943 году. Илья Яковлевич пишет своей супруге, Нине Федоровне, в город Кустанай, где в то время проживала семья, и пишет о том, что ему известно о родственниках и боевых товарищах. И в том числе он сообщает в этих письмах, что некоторые из них погибли, а некоторые продолжают бить коварного врага. Ветераны уходят, их дети и внуки переживают, что военные реликвии со временем исчезнут, поэтому приносят на хранение в исторический музей Сочи. Это не только фотографии и письма, но и редкие документы, дневники, газеты, карты, медали, ордена – все то, что связано с войной. Фонды музея насчитывают более 100 тысяч экспонатов, из них посвященных Великой Отечественной – 10 тысяч. Елена Авсецна, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.